Привет, мои скелты! С вами Киев Вайт и добро пожаловать в Лего Ворлдс! Мы продолжаем в неё играть и продолжаем её проходить. Наконец-то это свершилось и я нашёл зелёное зелье, которое я очень долго искал, чтобы выполнить важный квест. И я его вчера нашёл совершенно случайно, ну как, я, конечно, намеренно искал его, но нашёл наконец-то и я был очень счастлив. Посмотрите, вот у меня теперь вообще вроде все зелье есть, то есть даже фиолетовое я нашёл. И посмотрите тот момент, когда я его нашёл. Аллилуйя, спасибо Лего богам и семейству бамбуковых патт, наконец-то я нашёл то самое зелёное зелье, которое я искал уже, наверное, неделю. Ну, примерно так, потому что, ну, реально очень долго, много вечеров на это потратил, и вот я его покупаю. И с помощью него мы сегодня будем доставать нового персонажа крутого, это замечательно. Ну, как-то так это было, и я действительно обрадовался, потому что долгие дни это искал, как вы поняли, и, наконец-то, нашёл. Теперь мы отправляемся искать Бигфута, или такого, ну, это нельзя назвать снежным человеком, потому что Йети уже в игре есть, я даже не знаю, как правильно его назвать, но, по идее, это Бигфут. Вроде так его зовут. И его вы могли заметить в заставке Гравити Фоллс, он там пробегал между деревьев, вот это тот самый монстрик. Конечно же, просто так мы с вами его не найдём и не поймаем. Для этого нам нужно отправиться в биом Притихшая Тайга. Это, помните, где у нас были замки в облаках, я этот биом толком ещё не исследовал, только полетал немного, толком ничего там не исследовал. То есть, там есть мишки, которых я до сих пор не приручил. Возможно, их нужно просто побить, не знаю, посмотрим. В общем, ставьте лайк вместе с лайкопандой и отправляемся на поиски. И вот мы уже приземляемся в мир только с этим биомом. И я сразу хочу сказать, что этот биом очень крутой. Он реально очень красивый, но он ещё и лагучий. Это вот, наверное, единственный биом, который лагает именно сам весь биом. Не только какие-то данжи, а именно весь биом лагает, потому что здесь очень много деталей. Здесь очень много маленьких деревьев, здесь красивый такой ландшафт, здесь действительно красивые, это, не знаю, наверное, сосны, ели какие-нибудь. Ну, в общем, здесь реально очень круто, но он настолько наполнен всем-всем, что он даже подлагивает. Ну, вот сейчас пока не знаю, но если буду лететь дальше, то, скорее всего, да. И посмотрите на количество квестов в этом биоме. Его, их прям, капец как много. Я не знаю, что за квесты, я все не смотрел, разумеется, есть два города. Но я подозреваю, что это просто города обычные или средневековые, или вот, оу, здесь есть данж. Теперь наша задача из всего этого обилия квестов выбрать квест, где сидит маленькая белочка и рассказывает как раз-таки об этом самом Бигфуте. Для того, чтобы полететь, я возьму вот этот замечательный истребитель. Кстати, зацените моего Дракулу, это Влад Дракула, но только почему-то блондин. Я не знаю, прическа, конечно, ему не подходит, но я ее получил и... Стоп, 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 стоп. Это белочка. Кстати, у меня этой белочки... Не знаю, она есть у меня или нет серая? Нет, уже есть. Сама-то... Где-то мишка. Вот он, мишка. У меня этого мишки тоже нет. Хочу сейчас его попробовать получить. Возможно, нужно тоже с помощью задания, потому что вот мне что-то так кажется, что просто так этого мишку не заполучишь. Но давайте затестим, потому что белого я именно так получил. Просто его побил. О, стоп, 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 стоп. Есть! Получилось! Я не знаю, в чем дело, потому что я помню, в тропическом лесу тоже бил мишек. И не получалось, но здесь все окей. Замечательно, теперь у меня есть мишка. Русский такой, мидуэт. И в Лего Сити он попадался. Вот, теперь можно... Теперь можно скакать на любое задание. Все, вернусь, когда найду. Офигеть! Я отбежал только на два шага, и здесь уже город. Посмотрите, то есть это, да, действительно обычный город, Лего Сити. Но я вот, знаете, такой типа, все, я сейчас приду. И я реально пришел. Ну нет, конечно, город мы смотреть не будем. Мы отправляемся на задание. Йоп, это могло произойти. Лего Уорлдс просто вылетело. Игру я благополучно заново запустил. И теперь могу приземлиться. Я, кажется, нашел это задание очень быстро. К сожалению, опять же, сит мира вам не могу дать. Но я думаю, в интернете у кого-то есть сит мира, где прям отмечено это задание. То есть, все это есть. Но я нашел самостоятельно. Мне не составило труда, в общем. И посмотрите, как здесь... Все красиво. Здесь какие-то такие тернистые кустики. Здесь еще бревна лежат. И это, кстати, белая белочка, а не серая. Я попутал, извиняюсь. Вот она просит то самое зеленое зелье. Почему я сразу не выполнял этот квест? Потому что у меня его не было. И не было смысла сюда приходить. Окей, давайте отдадим сразу эту штуковину. Она с нами вообще не говорит. Вот сейчас, может быть... Не бойся. Да, это зелье позволяет мне говорить. Наконец-то они это объяснили. Но недолго. Я знаю, где квадратная ступня. Что? Square foot, ну типа Bigfoot. Но тебе нужно построить для него кров. Ну, то есть, жилье. Окей. Блин, почему они реально перевели его как квадратная ступня? Если так, если мы его откроем, это будет просто фейл года. Потому что, ну, это плохой перевод. Это очень плохой перевод. Снежного человека перевели как Йети. И это нормально. Это окей. А вот почему Bigfoot... Я не знаю, как правильно назвать Bigfoot, но это какой-то типа лесной монстр, по идее. Я не помню точно его название. По-моему, оно есть какое-то такое. Напишите, пожалуйста, в комментариях. И можете сами придумать что-то свое. Если вам... У вас позволяет ваша фантазия. Потому что моя фантазия, она не позволяет это сделать. Окей. Сейчас мы это все быстренько построим. Я не знаю, какой ему нужен кров. Ну, так, наверное, выстроим. Нужно много блоков. Я люблю строить из красного. Кстати, из красного реально получается очень неплохо. Я уж говорю, что это, ну, красная краска. Это дешевый материал. Я ему не сделал вход, черт. Я сейчас сделаю ему жилье. Все. Кажется, все, да? Давайте. Блин, сделаем им вход. Давайте сделаем вход. Потому что, ну, некрасиво. Некрасиво так поступать. Сейчас мы так сделаем. Во. Во, держи. Все, будешь заходить. Это, знаете, такой загон просто. Окей. Какая прелесть. Если все готово, то у меня есть для тебя другое задание. Да, все готово. Надеюсь, больше ничего такого нести не нужно будет. Потому что у меня ничего нет. А задание-то где? Белочка. Она не дала мне ничего. Может, нужно отойти? Эй. Может, ее можно изучить? Я не знаю, что происходит. Почему она мне не дала другое задание? Что-то явно идет не по плану. Потому что белочка должна была дать мне новое задание. Но я его так и не получил. То есть, ну, вот видите, есть зеленая точка, которая обозначает задание. Есть белочка, которая стоит и явно меня ждет. Но она почему-то ничего не дает мне. Вот я пришел оборотнем. Я могу едьте прийти. Я тут уже покрасил немножко даже. Что я должен сделать? Может, что-нибудь разрушить надо? Я не знаю. Что происходит-то? Почему? Белочка, не обманывай меня. Я все... Хорошо, что я купил сразу несколько зелий. Если сейчас не получится ее, ну, не знаю, ободрить, то придется лететь на новое задание. Потому что я не знаю, что с этим случилось. Сейчас я попробую отлететь и прилететь еще раз. Что-то мне не особо сегодня фартит с Лего Уорлдс. Она то вылетает, то задание обрывается. Но вроде бы я нашел. Я нашел координаты мира в интернете. И да, здесь новое это задание. К счастью, я купил несколько зелий. Я рад, что я так сделал, потому что... Ну, блин, вот так случается. И было бы, представляете, как обидно. Я около недели искал это зелье. И теперь я бы потерял просто все задание. Нет. Она, наверное, попросит сейчас еще раз. Она ничего не просит. Я зелье дал. Эй. Не подводи меня еще раз. Что происходит? Почему? Почему он нас со мной не говорит? Эй. Чуваки, в чем дело? Опять этот... Этот самый баг. Белка. Давай, говори со мной. Так. Да. Представляете? Короче, я в интернете сейчас прочитал, чтобы... Если у вас такая же штука и не появляется квест, просто нажмите кнопку «Говорите». Не знаю, на компьютере это, возможно, «Е». То есть и... Ну, на геймпаде у меня на PlayStation 4 это кружочек. Это очень странно. Умница! А теперь собери его друзей-животных, чтобы он чувствовал себя в безопасности. То есть квест продолжается, оказывается. Окей. Собери его друзей-животных. А это кто? А кто такие друзья-животные? Что это так... Что это было? Что я... Что происходит? Так, чуваки. Что-то произошло. Я не знаю. Сейчас. Секунду. Да. Атакуют. В общем, я заспаунил кучу белок. Это... Черт. Уйди. Уйди. Есть. Кто еще? Никого не вижу. Тут кто-то был еще. Их было двое. Я видел. Где вторая? Она появлялась. Она вот здесь пробегала где-то. Может, она застряла? Где? А вот она... Я вижу ее. Черт. А куда? Давай лови ее. Это безумно лагучий квест. Супер лагучий. Я не знаю, что с ним делали. Как его разработчики проверяли. Но невозможно ничего делать. Не знаю. То есть, я заспаунил белок. И только потом, видели, да? Появилось. То есть, у нее жизнь. И начали ее атаковать. По идее, это должно было произойти сразу. Окей. Ладно. Приключения продолжаются. Ой. Вороний дал зачем-то. Блин. Я свои все кристаллы и все раздаю. Привет, белочка. Не бойся. Да. Я знаю, где квадрат... Ну... Я уже с тобой говорил. А. То есть, надо построить. Я же уже строил. Эй. Знаете, у меня есть такое предположение, что эта белка надо мной стебется. Да. Все готово. Вот. Наконец-то. Что-то новое. Спасибо тебе за помощь. Вот как договаривались. Квадратная ступня прячется в своей пещере. Вытащи его оттуда. Окей. Его так плохо показали. Но я... Да. Да-да. Он там реально есть. Давайте сделаем это. Блин. Пещера, кстати, классная. Очень красивое место на самом деле сделали. Все. Привет. Привет. Ты добрый или злой? Я уже его вытащил. Белка. Чё он... Он странный какой-то. Он знаете, как мы сейчас делаем? Погодите. О. Мне вот самому интересно, чем за... Ты серьёзно? Чё происходит? Чё он убегает? Его надо побить или что? Иди отсюда. Иди, 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 иди. Вот. Вот он. Пошёл, пошёл, пошёл. Пошёл. Давай, давай, давай. Очень странный квест. Блин. Это, наверное, самый странный квест, который я проходил. Да. Его нужно было довезти. Ну, таким... Он застрял, но он странный. Он туповатый немного. Только тихо, а то ещё погрызёт нас. Ой. Я не любить кусти. Я любить красивые, безвредные цветы. Окей. Ему нужно убрать, короче, все эти... Окей. Ну, блин, они, кстати, клёвые. Колючие кусты. Мне нравятся. Ну, ладно, поубираем всё это. Блин. Ну, я не знаю, мне и нравится это задание, но я уже, знаете, нервишки так себе потрепал, потому что я, ну, реально трудился для этого задания. А теперь вот такие вот промахи. Окей. Вроде я всё убрал, да? Так, ещё один. А где ещё один? Вы видите, ребят, я что-то не наблюдаю. Он где-то должен быть здесь, наверное. Может, там далеко? Там далеко-далеко. И земля... Ничего не вижу. А они ещё получше не могли его спрятать. Он вот здесь, в темени, сидит. Я это как должен был заметить? Извините, пожалуйста. Так, а теперь нужно исследовать эти цветы. Только не по... Вот это, наверное, они, да? Я предполагаю, растительный покров. Не знаю, давайте попробуем это, потому что я уже ни в чём не уверен. Нет, это колючие цветы. Но это не то, это не то. Потому что они бы тоже так мигали, подсвечивались. Нет, этих цветов я ещё не нашёл. Вот где-то они красные и какие-то кори... Нет, оранжевые, наверное. Я не знаю, что это за цвет. Ой, я уже натерпелся. Вот, кажется, это то, что я ищу. Потому что, ну, по цвету очень похоже. Это куст 4. Ну, попробуем. Потому что, кстати, там показывали, что одна такая штука была. А потом она куда-то исчезла. Опять же, суперлаги этого квеста. Давайте попробуем. И... Я ничего не вижу. Ничего не подсвечивается. Вот, молодец. Всё, нашли, 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 нашли. Наконец-то. Я уже устал. Я уже очень устал делать этот квест. Блин, ну реально, мне интересно, что из этого получится. Я смогу получить всё-таки этого персонажа или нет. Потому что... Это важно для меня. Я хочу же собрать всех. Потом вам это нужно показать. Так. Есть! Всё, выполнили. Ой, ну давай. Square foot вообще его здесь называют. Вообще это square foot. Чё? Куда он убежал? Куда он убежал? Да, пфф. Уберите, блин. Чё, куда он? Он скрылся. Где он? Есть! Да, мы его получили. Давайте я, пожалуй, дождусь теперь... Сколько он стоит? 20... Ну, 25 хотел сказать. 2500. Давайте я дождусь утра и покажу его нормально уже. Вот, наконец-то утро наступило. Я готов вам показать персонажа. И я немного ошибался. Его называют Bigfoot. Вообще, Йети и Bigfoot это, по сути, одно и то же существо, но называют по-разному. Но в игре это два существа, которые выглядят совершенно по-разному. Очень похожие. То есть, смотрите, вот это у нас Йети. Снежный человек его. Кстати, почему не называли просто Йети? Ну ладно, Снежный человек. Вот. А это у нас квадратная ступня. Смотрите. Бэмс. Они похожи, но они другие. Вот вы даже по лицам посмотрите. То есть, челюсть похожа, но лица совершенно разные. То есть, брови, всё это разное. Вот так выглядит... Ой, тут немножко подлагивает даже. Вот так у нас выглядит этот замечательный чувак. И я помню, что в наборах Лего он попадался ещё вот с таким вот... Сейчас, 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 сейчас. Дополнением. То есть, он попадался с фотоаппаратом. И почему? Потому что, ну, многие люди якобы запечатлили на съёмку этого самого снежного человека. Бигфута, Йети и так далее. То есть, якобы его фоткали. Ну и что мы видели в заставке Gravity Falls? Якобы он между деревьями бежит. То есть, таких фоток в интернете очень много. Наберите Бигфут или Йети и вы сами посмотрите. Есть и фильмы тоже. Ну, в общем, вы знаете. На этом серия заканчивается. Я собрал, конечно, ещё не всех персонажей. Но основных, самых крутых я уже собрал. И будет видео с моим топом персонажей. Потому что я хочу показать, кто мне больше всего нравится в игре. Потом я ещё покажу вообще всех персонажей, когда их соберу. Что я уверен, что я не всех собрал точно. Ну, хоть у меня и много. Давайте поглядим. То есть, у меня много персонажей уже. Но явно ещё не все. То есть, я ещё кого-то пропустил. Буду искать. Если у вас есть советы, то пишите в комментариях. Ставьте лайк, если вам понравилось. Это было суперинтересно, необычно. Подписывайтесь. Оставляйте комментарии. Придумывайте имя для него. Потому что квадратная ступня это такое себе. И всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok